Так выглядит враг всего человечества коронавирус, от заражения которым и возникает недуг, получивший название COVID-19. В Европе уже сравнивают пандемию этого заболевания с ситуацией, которая сложилась сразу после окончания Второй мировой войны. Чтобы победить коронавирус и защититься от него в будущем, нужна профилактика. Это вакцинация. По сведениям, которые имеются в распоряжении ВОЗ, в мире сейчас ведется не менее 40 разработок. Их цель — создать препарат, прививка которым и возникшие в результате иммунитет сделали бы невозможным новые вспышки. Но одно дело — создать формулу препарата, совсем другое — провести испытания, результат которых подтвердил бы его эффективность. Вакцина предназначается для того, чтобы при заражении организм начал выработку антител, которые бы оказались неуязвимыми для рибонуклеиновой кислоты, имеющейся в строении вируса. В Германии фармацевты и микробиологи с компанией Кюрвак говорят, что испытания их препарата могут начаться уже в июне. Мы используем матричную рибонуклеиновую кислоту, чтобы заставить организм реагировать, производя антитела. Мы словно сообщаем, осторожно, тут опасно, не давая никакой другой информации в ответ на этот организм. Начинают вырабатывать защитные элементы. Такого подхода к вакцинации, к самой вакцине не было. Мы первые. Разработка Кюрвак заинтересовала и США. Трамп был готов предложить немецким специалистам миллиард долларов, чтобы их вакцина производилась исключительно для американского рынка. Но пока вакцины нет, медики ищут пути лечить заразившихся сейчас. Они комбинируют известные противовирусные антибактериальные препараты с тем, чтобы помочь пациентам с COVID-19 поправиться. Более подробный рассказ о научных разработках вакцины против COVID-19 и средств лечения в очередном выпуске программы «Незаметная Европа» на Евроньюз и на евроньюз.ком.